Компания Impression решила позаботиться о нервной системе родителей и выпустила планшет, который можно доверить даже самым маленьким пользователям. Это Impression iPad4Kids, в котором реализовали функцию подбора контента и контроля времени, которые ребенок проводит за просмотром мультиков или в развивающих играх. Чтобы планшет выглядел привлекательным для детей, на него одели зеленый силиконовый чехол. Кроме того, выпуклые мягкие края защитят планшет при падении. К тому же на экране имеется пленка. Если ребенок разобьет планшет, то не поранится от осколков. На верхнем торце чехла есть прорези для разъема microUSB, миниджека для наушников, слота для карты microSD и микрофона. Остальные грани планшета пустуют. Снизу сделали специальные звуководы для двух динамиков, которые расположены сзади. И должна сказать, что звук в чехле воспроизводится громче. Если планируется пользоваться планшетом с ребенком, чехол можно легко снять и получится стандартный планшет с белой лицевой панелью и металлической задней спинкой, на которой расположились качелька регулировки громкости и кнопка включения и выключения. Чуть выше глазок основной камеры на 2 мегапикселя. Фронтальная тоже, кстати, есть, но у нее разрешение 0,3 мегапикселя. IPS-матрица диагональю 8 дюймов и с разрешением 1280 на 800 точек вам может показаться тусклой, особенно под углом. Зато цвета у нее не инвертируются, а дети вряд ли будут возмущены разрешением или углами обзора. Яркости тут маловато и автоматическая настройка отсутствует. Из-за защитной пленки дисплей получился не очень отзывчивым. Ситуация меняется в лучшую сторону, если пленку снять, но отпечатки пальцев на дисплее без пленки остаются моментально. Работает планшет на 4-ядерном 32-битном процессоре Allwinner A33 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Я честно пыталась поиграть в Asphalt 8, но даже на низких настройках FPS печален. В целом же производительности хватает для вебсерфинга и каких-то простых штук. Оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 8. Родители могут поворчать, а дети вряд ли заметят. Интерфейс камеры простой. Есть минимальные настройки. Таймер, размер фото, который можно уменьшить с 2 до 1 мегапикселя и баланс белого. Но ситуацию со снимками, которые делает основная камера, это не спасает. Сложно ожидать какой-то приемлемой детализации от камеры на 2 мегапикселя, а фронтальный упоминать не будем. Главная фишка модели – детский режим, в котором родители могут подбирать контент и контролировать время, проведенное за планшетом. Есть одна особенность, о которой важно знать – планшет нельзя сбрасывать к заводским настройкам. Детский режим удалится безвозвратно. Зайти в него можно из меню приложений или нажав кнопочку «Домой». Откроется красивое приложение, которое легко настраивается. Каждый из соушек отвечает за определенный раздел – учеба, игры, ютуб, мультимедиа, интернет и книги. Ребенок выбирает любой раздел, например, ютуб. Здесь находятся только одобренные вами мультфильмы или каналы. В разделе «Чтение» много сказок. Другие книги можно загрузить из Google Play Market. В настройках выбирается язык – украинский, русский или английский. Ограничение по времени задается для каждого раздела. Когда время закончится, ребенку предложат перейти в следующий раздел. Этот работать не будет. Ну и самое главное – пароль, который вы устанавливаете, чтобы любопытное дитя не вышло из детского режима. После установки пароля нужно потянуть вот эту часть экрана за божью коровку, и планшет перейдет в детский режим. Чтобы выйти или зайти в настройки, понадобится пароль. Еще одна полезная штука в планшете – поддержка сразу нескольких аккаунтов, а точнее восьми. Если планшет покупается для семьи, то каждый сможет создать личный аккаунт. I'm Pet for Kids идеально подойдет для ребенка. Детский режим, который контролирует контент и время, проведенное за устройством. Неплохой экран, хорошая автономность, а поддержка сразу нескольких аккаунтов придется по душе родителям. My kids are hungry, and I ain't got shit. What I'm gonna do? What I'm gonna do? What I'm gonna do? What I'm gonna do? What would you do? Они на меня нападают.